Приветствую вас, и для начала ответ на ваш вопрос стоит искать в вашем же тексте, то есть в том, что вы написали. Вы говорите, что у вас чувство ответственности за этого человека. То есть вы ответственны за него, не за себя, а за него. И то, что вы ответственны за него, а не за себя, и приводит к тому, что вы несчастливы. Потому что вы не находитесь в позициях, скажем так, да, вы не находитесь в позициях двух независимых личностей. Вот. Вы находитесь скорее в позициях слияния. Ну это вот такое состояние, да, когда человек нагладывает ответственность свою на, значит, на другого, на ответственность другого. И в итоге получается, что человек несет ответственность не за себя, а только лишь за другого человека. Вот. при этом, при этом, при этом, человек вредит себе сам. По сути дел. Человек вредит себе сам. Вот. И все как бы, дальше идем. Значит, вы говорите, что у вас чувство благодарности. Вот. Благодарность за что? За какие-то светлые моменты? Хорошо. Светлые моменты, окей. Но для чего он эти светлые моменты как бы устраивал, делал, создавал? для вас или для себя? Если для вас, то, поверьте мне, вы ему ничего не должны. Если он это делал именно для вас. Если он это делал для себя, Да, здесь ситуация меняется кардинально, вот, потому что, значит, если он это делает для себя, то вот, так тогда вы же понимаете сами, наверное, вот. Вы же понимаете сами, вот, что это его ответственность. То есть разграничьте ответственность свою, да, и его, как бы, разграничьте. Для чего он это делал, для чего вы это делали, и все. И проблем у вас не будет, понимаете. Если вы боитесь одиночества, то это означает, что вы себя не принимаете. И, в каком случае, если вы себя не принимаете, ну, надо понять, что именно вы не принимаете в себе. Почему вы не можете находиться наедине с собой? Вот. Знаете, какая штука? И с этим работаем, вот. А то так получается, что вы этого человека используете, используете или с ним, потому что вам его там, я не знаю, не хотите его обижать и так далее. Такие вот созависимые отношения получаются. Это не есть хорошо для вас, это не есть правило. Дальше. Дальше. Так. Еще непонятно что. Вот с непонятным чем тоже нужно разбираться. Что это такое за непонятное что? Непонятно что это, это что. Знаете. Вот. И почему это непонятно что, оно, вообще-то говоря, оно влияет на вас. Вот. Ну, пусть это непонятно что. Как бы, ээээ. Пусть это непонятно, что остается там, где оно сейчас остается. А если это непонятно, что вам мешает, то, значит, это не непонятно, что тогда получается. Это что-ли другое, значит, что это вполне, так скажем, вполне осознанно, вполне сознательно, вполне естественно. Вот. Просто вы это вот в силу каких-то причин, в силу каких-то обстоятельств, вы это все вытесняете. Как бы в себе, да? И не позволяете этому, точнее наоборот, позволяете этому управлять собой. Вот. А это не есть правильно. Это не есть здорово. И это, как ни печально, вам очень-очень сильно это вредит. И чтобы не вредило, да, нужно, значит, это осознавать, анализировать, делать выводы какие-то и работать. Вот. Вот так вам в этой ситуации быть, я полагаю. То есть вот составьте для начала списочек, попробуйте составить списочек того, например, чего вы, допустим, в себе не принимаете. Вот. Подумайте, почему именно вы это в себе не принимаете. Вот. Что мешает вам принять это в себе. Вот. Ну, с чем связано отрицание этих моментов. Вот. У вас. Опять же, именно у вас. Я хочу, чтобы вы принимали. Вот. Подумайте. Подумайте, с чем это может вредить, например, именно вам. Подумайте, как это может вредить именно вам. Вот. И так далее. Откуда пошло, что вы не принимаете себя и какие-то там... черты и так далее. Вот. Что будет, если вы останетесь со дна? То есть чего боитесь? Значит, что произойдет? Что случится? Какие у вас изменения произойдут в сознании? Ну, представления о себе. Вот. Что будет? Что для вас это значит? Еще, на мой взгляд, значит, еще, на мой взгляд, важно то, что, значит, ну, достойен ли мужчина ваш? Ну, достойен ли мужчина того, чтобы вы жили с ним столько из чувства благодарности, да? Достойен ли мужчина ваш этого? Тоже об этом подумайте. Разве он не достойен, например, того, чтобы с ним был человек, который действительно его любит? Вот. А не просто из благодарности и жалости, да? И там из-за страха остаться. Ну, если вы этому человеку благодарны, действительно, по-настоящему, то вы еще, наверное, хотите, чтобы он был счастлив. А если вам хочется, чтобы он был счастлив, ну, так вот, подумайте, что реально сделает его счастливым. Уж точно не пребывание с вами, потому что человек чувствует, что вы мучаетесь, он знает, что вы мучаетесь. И ему не может быть это приятно, быть до конца. Вот. Так что, я полагаю, что это те вещи, о которых вам следует подумать. Вот. Это те вещи, о которых вам следует, ну, как следует поразмыслить. Вот. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Поскольку 10 лет срок довольно большой, то, соответственно, вы привыкли жить подобным образом, и сразу ваше поведение, естественно, не изменится. То есть, его нужно сменять постепенно. Вот. Когда вы поняли, что это не ваша вторая половина? И, значит, что заставляло вас идеализировать человека, да? Как-то вот влагать на него чрезмерные надежды, например. Что вами двигало в этот момент? Какие у вас ассоциативные реакции идут? Ну, в цепочке с одиночеством, потому что вы ведь не одиночество боитесь. Вы боитесь того, что за ним последует. Для вас. Вот. Ну, и как вы себя воспринимаете, соответственно. Как вы себя относите? Сколько вы себя любите? И почему? Так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи!